Мишка, друг мой, работает психиатром в областной больнице. И как у любого психиатра, у него есть интересные пациенты и случаи из практики. Их не так много, как кажется, но попадаются прямо персонажи из кунсткамеры. И не все они такие уж и забавные. Люди не от хорошей жизни лишаются рассудка, и уж точно не по своей воле. Например, он рассказывал о женщине. Встретишь её на улице и не поймёшь, что что-то не так. Идёт себе с коляской, улыбается, иногда посюсюкает малыша, покачает его на ручках. А подойдёшь ближе, это и не ребёнок вовсе, а кукла в тряпье. Тронулась рассудком на почве трагической гибели дочери. После излечения женщина стала несчастнее. И выглядеть хуже, чем до. Вот и думай после этого, что лучше, жить в иллюзии или в реальности. В семь вечера, как по расписанию, в мою холостяцкую берлогу завалился Миха. Бринча бутылками в пакете. Нехитрый стол для домашних посиделок уже был накрыт. Всё как обычно. Вобла, бутерброды и пивко. Задам тебе вопрос. Задумчиво протянул он. Ты знаешь о теории многомировой интерпретации? Многомировой... что? Спросил я. Это одна из множества теорий квантовой физики. Она говорит о том, что возможно существует бесконечное множество миров, похожих на наш. Отличия могут быть, как и вовсе, незначительными. Например, в одном из миров ты поел на ужин сосиски, а в другом рыбу. Так и глобальные настолько, что не только наш мир может быть другой, но и вся галактика или вся вселенная. Закончил объяснять Мишка. Так и знал, что ты свихнёшься на своей работе. Не зря есть такой анекдот. В психбольнице, кто первый надел халат, тот и психиатр. Да ну тебя! Пытаешься просветить невежду, а тот ещё и психом тебя назовёт. Как бы то ни было, именно с этого вопроса начал пациент, о котором я хочу тебе рассказать. Да, я знаю об этой теории. Но я хотел бы поговорить о том, ради чего вы, собственно, пришли. Спросил я у молодого, прилично одетого парня, пришедшего ко мне на приём. Бегло пробежал глазами по его медицинской карте. 25 лет. Ранее на учёте в психдиспансере не стоял. В возрасте 19 лет произошла травматическая ампутация мизинца правой руки на производстве. Дальше шли стандартные ОРВИ и гриппы. Понимаете, есть два варианта событий, которые со мной происходят. Либо эта теория верна, за исключением того, что эти миры на самом деле пересекаются. Либо я сошёл с ума, и мне нужна ваша помощь. Он говорил спокойно, не проявляя признаков тревоги или страха. Стало понятно, что его поход ко мне был тщательно обдуман. Давайте вы мне расскажете обо всём, что вас тревожит или беспокоит. А я после этого постараюсь подумать, как и чем вам помочь. Честно говоря, он был последним пациентом в этот день. Так что я хотел побыстрее закончить и пойти домой. Начну с тех моментов, когда это началось. Но я ещё ничего не замечал или не придавал этому значения. Как вам будет удобно? Чем больше я знаю, тем лучше. Моя надежда уйти пораньше мгновенно погасла. Придётся выслушивать всё. Такова уж моя работа. Это началось три года назад. Однажды я вышел из дома и заметил, что что-то не так. Такое чувство бывает, когда приезжаешь в знакомую квартиру, а там убрались или что-то переставили. Ты даже точно не можешь сказать, что именно изменили. Но чувство не пропадает. Когда я начал анализировать тот момент спустя два года, то вспомнил, что во дворе дома всегда рос дуб. Могучий, с толстыми ветками и мощный. Я ещё вспомнил, как в детстве собирал жёлуди под ним. А сейчас там росла лиственница. Такая же большая и даже внешне похожа. Но деревья совершенно разные. Люди очень боятся менять свой привычный мирок. Им проще поверить в ложь, которая поддерживает его существование, чем в правду, которая его разрушит. Так же поступил и я, убедив себя, что никакого дуба и не было. Будто там всегда росла лиственница. Вспоминая все моменты потом, я понимаю, каким глупцом был. Постоянно убеждая себя не замечать истины. Не веря своим глазам и воспоминаниям, я всё ближе подходил к катастрофе. После этого было ещё много таких моментов. Многие были настолько незначительны, что я их и не помню. Расскажу о нескольких запомнившихся. Как-то раз, сидя с другом, вспомнил о жвачке Таркл, которую мы с ним часто покупали за рубль в киоске. Внутри были ещё переводные татуировки. Друг удивился. Сказал, что они назывались Малабар. Причём я был просто уверен, что он надо мной прикалывается. Дома погуглил. И верно, Малабар. Потом был знакомый с рок-концерта, который не узнал меня. И всё удивлялся, откуда у меня его номер телефона и имя. Такие события с каждым разом происходили всё чаще, а изменения всё сильнее. Я уже не мог постоянно их оправдывать своей забывчивостью или изменчивой памятью. И всё же старался просто не думать об этом. Я берёг свой маленький мирок до последнего, даже когда он дричал по швам. Последнее событие не было неожиданным. Скорее наоборот. Вполне предсказуемым, если бы я не был таким упёртым ослом. Когда я пришёл домой, меня застала непривычная тишина и темнота. Не было ни вечных диалогов героев сериала из телевизора, ни шкварчания или булькания готовящихся блюд с кухни. Ни что самое главное – приветствия моей любимой жены Светы. Если она ушла гулять с подругами, то обязательно бы оставила записку, отправила смс или позвонила. Позвонить ей сразу мне не дало понимания, что дома всё не так. Не было стенки, которая ей так понравилась, что я сразу её купил. Вместо неё стоял мой старый комод. Более того, не было вообще ничего из её вещей. Или того, что мы купили вместе. Из шокового состояния меня вывел телефонный звонок. «Ты куда ушёл с работы?» По голосу я узнал своего начальника с прошлой работы. Откуда я ушёл пару лет назад и устроился на другую. «Я же уже давно уволился, вы о чём?» Недоумевал я. «Ты там головой не ударился?» «На сегодня прощаю. На следующий такой раз на самом деле будешь уволен». Всё произошедшее просто не укладывалось в голове. Не помню, сколько прошло времени, прежде чем я успокоился. И моя голова начала снова работать. В первую очередь я позвонил на свою работу знакомым, друзьям, Свете. На работе обо мне ничего не знали. Друзья и знакомые даже и не знали, что я женился. Хотя все они присутствовали на моей свадьбе. А Света... Света меня просто не узнала. Или сделала вид, что не знает. Её понимание того, что я не знаю, сильно напугало её. После этого её телефонный номер оказался недоступен. Когда я успокоился, то начал анализировать происходившее со мной ранее. И мне пришли в голову две идеи. Либо я сошёл с ума, что наиболее вероятно. Либо я каким-то образом путешествую между мирами, незаметно переходя из одного в другой. Эти миры мало чем отличаются. Просто в одном был дуб, а в другом лиственница. В одном была жвачка тракл, а в другом алабар. И, наконец, в одном из них я опоздал на автобус, закрывший двери перед моим носом. И познакомился на остановке с прекрасной девушкой Светой. А в другой мере, я, наверное, успел на этот автобус. И проводил её взглядом. Я бы мог снова найти её, начать встречаться, и снова жениться на ней. Но какой в этом смысл, если я сумасшедший, или путешественник между мирами? Я много слышал печальных историй. Видел матерей, убивших своих детей, посчитав их демонами. Многое я повидал, но о таком слышал впервые. На первый взгляд, он сам придумал эти другие воспоминания, пытаясь сбежать от одинокой действительности. Но многое не сходилось. Предположим, телефоны и имена он узнал каким-то образом. Но тогда почему он так многое знает о своей жене, если она с ним не знакома? Мутная история. Я посоветовал ему побольше пообщаться с друзьями. Узнать не было ли у него травмирующих воспоминаний, и откуда он мог узнать столько о Свете. Быть может, он знаком с её мужем или родственником. Узнал всё о ней, и заставил себя поверить, что она его жена. Я пожал ему руку и попрощался. Больше он на приём не ходил. Его талон так и висел незакрытым. Так что я позвонил на оставленный им номер телефона. Тот, узнав, кто я и по какому поводу звоню, сильно удивился, как он начал утверждать, что никакому психиатру не ходил, ни о какой жене он не знает, и посчитал, что его разыгрывают друзья. Но я всё-таки уговорил его прийти на приём. Когда Сидоров пришёл и протянул мне руку, я вдруг вспомнил деталь, укрывшуюся тогда от меня. У этого Сидорова не было пальца, как и было написано в его карте. Но в тот первый приём, увлечённый рассказом пациента, я не придал значения тому, что все его пальцы были целы. После этого рассказа Мишка замолчал, и мы пили пиво долгое время в тишине. Мы оба думали об одном. Есть ли миры помимо нашего? Если они есть, то какие? Какие решения принимали мы там? А помнишь, как я сорвался с ветки и сломал ногу? А ты тащил меня на горбу добрых два километра. Представляешь, мои родители не помнят об этом. Решил сбавить напряжение я. Может, коллективная амнезия? Нет, не было такого. Удивился Мишка. Мы тревожно посмотрели друг на друга, но ничего не сказали. Никто из нас не захотел разрушать свои мирки.